Приветствую вас. Одним из ключевых моментов вашей ситуации является элемент сказки. Вы говорите, что появился парень, как в сказке идеально и начали жить с ним сразу и вместе. Через две недели начали жить вместе, все было волшебно. Скажите, вы 21 год, имея хорошую зарплату. Через две недели начинаете жить с мужчиной. Через две недели после знакомства с ним. На мой взгляд это более чем странно. Что вы вот так легко были готовы поступиться своей свободой и так легко были готовы стать очень близко к человеку. Которого практически не знали. Вот. Эээ, да. Очень похоже на то, что человек в какой-то степени использовал вас. Но, вместе с тем, по вашему описанию получается, что мужчина может быть действительно что-то к вам чувствовал, что-то к вам испытывал, только это было как бы наравне с его желанием получать выгоду. Вообще, вообще похоже на Альфонсу. По всему счету, да. Вот. Вот. Но, эээ, как правильно сказал мой коллега, Кудрыщев Игорь Леонидович, вызывает вопрос, то, почему вы так быстро начали с ним жить вместе. И, эээ, вот этот вот элемент сказки, то есть желание верить в некую сказку, в некую идеальность. Вот. А, довольно быстрая, довольно быстрая получается привязка к человеку. Вот. Отсутствие личных границ. Потому что позволяли бы ему явно больше, чем вам хотелось. Вот. И это все, собственно, нужно выяснять, это все нужно корректировать. Вот. Использовал ли вас молодой человек? Да, использовал, но вы поймите, любые отношения по большому счету использованы. Вопрос заключается в том, насколько это было по желанию. Вот. Например, эээ, ваше желание в этих отношениях не учитывалось. И не потому что это мужчина какого-то не такой, а потому что вы позволяли ему так, эээ, с вами себя вести. Вы позволили ему, например, с вами жить через две недели после знакомства. Вы давали ему деньги. Вот. Ну, не позволили бы вы жить ему, эээ, с вами спустя две недели. Не давали бы вы ему денег. Ничего бы этого не случилось. Так вы это все сделали. И после этого говорите, что вот мужчина какого-то не такой. Он как раз таки так, он делает это, он хочет, он поступает так, как он хочет. А вот вы, вы, эээ, как вам хочется, эээ, не поступать. А, к большому, скажи, к большому, эээ, к сожалению, эээ, моему, моему. Ну, вот. И, да, это, эээ, действительно, вопрос к вам. А, правильно мы сделали, что не просили. Опять же, неуверенность. Опять же, неуверенность в том, что вы поступили. Опять же, неуверенность в том, как вы поступили. Что странно для девочки двадцати одного года, в которой, как она говорит, имеет достаточно хорошую зарплату. Вот. Эээ, почему вы сомневаетесь? Природа ваших сомнений. Либо, эээ, фрустрация, то есть, неудовлетворение, эээ, в контексте каких-то желаний. Либо, неуверенность в себе, то есть, обесценивание. Обесценивание себя, своего выбора, своих чувств и прочего. Вот и всё. То есть, эээ, что-то здесь такое. Эээ, созависимость ли это? Ну, да, вы, эээ, чего-то хотели от молодого человека. И вы, надеялись это желание реализовать. Возможно. Возможно. Это просто возможно. Я не говорю на сто процентов, что это так. Но, возможно. Вы слишком успешны в своей работе. И, эээ, слишком мало продаете внимание эмоциональной сфере. Своей. За счет этого, отношения для вас становятся, своего рода, таким, раем для эмоций. А, вследствие чего, вы впадаете от независимого сорта рая. И, не можете адекватно вести себя в взаимодействии с мужчинами. Эээ, здесь играет роль и женская модель поведения. То есть, то, какая я женщина. То, как я веду себя. Эээ, ну, в женском контексте. И, правда, то есть, какие мужчины меня привлекают и так далее. Всё общего у меня. Вот, что, например, общего было у вас с этим мужчиной? Какие у вас были цели? По поводу чего вы, вы познакомились и общались? То есть, у меня ощущение, что, ну, взорвендели у нас, значит, человек достаточно... Маловероятно. Ээ, мощно. И, получается, что между вами общего тоже практически не было. Если между вами нет общего, значит, вы, взаимодействует исключительно по той роли, которая наиболее, вот, актуальна в данный конкретный момент у человека. Вот. У него, у него это была роль, ну, вот такая, не столько мужская, да, сколько такая социальная роль. Там, скажем, Альфонсо, допустим. А у вас была роль, наиболее актуальная роль женщины. То есть, вы хотели быть женщиной. Вот то, что вы хотите быть женщиной, вот вы хотите чувствовать себя женщиной, для вас это проблема. Потому что вы или чувствуете себя женщиной постоянно, все время, вне зависимости от того, где вы и с кем. И контролируете влияние на ваше поведение, женский свет. Либо, вот, вы попадаете в такие ситуации. Вот. И, соответственно, становитесь зависимыми. Поэтому, я понимаю, я понимаю ваше, может быть, желание обвинить мужчину в том, что вы сейчас чувствуете. Я понимаю ваше желание обвинить человека в том, что он сделал. Но за то, что произошло, ответственны вы. И даже не вы в целом, а ваши желания, которые не полностью осознаны, не полностью приняты, не полностью включены в ваши цели. Это все можно корректировать, обращайтесь. Вот. Но, ситуация пока именно такая. А то, как это все получилось, да. То, как это все сформировалось, да. Это из семьи. Скорее всего. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешит.